И в продолжении темы. В эти дни в поселке Чуланхамура Кибирульского района идет приемка работ по подключению к интернету социально значимых объектов. После завершения строительно-монтажных работ специалисты тестируют качество подключения узлов доступа к единой сети передачи данных. За процессом наблюдала наша съемочная группа. В поселке Чуланхамура Кибирульского района практически нет связи. Местные жители рассказывают, что даже сигнал мобильной сети доходит от вышки из Ставропольского края. Теперь же с приходом интернета в социально значимые объекты работать станет гораздо легче. По словам зауча местной школы, раньше на уроках информатики использовали USB-модем. Сигнал был некачественный и постоянно терялся. Теперь же после того, как оператор связи проложил сюда оптоволоконные линии, в школе и других объектах появился качественный высокоскоростной интернет. Дело в том, что во время учебного процесса, когда мы включаем модем, связь у нас очень неустойчивая, нестабильная. Поэтому нам приходится как-то выходить из положения, искать связь эту. И надеемся, что с приходом проводного интернета у нас все наладится, все будет очень хорошо. Надеемся. Также один из наиболее значимых объектов – фельдшерско-акушерский пункт. Он находится в здании 60-х годов постройки. До сегодняшнего дня здесь не было связи. Фельдшер вынуждена была искать другие пути, чтобы связаться с районной больницей. Несмотря на то, что случаев коронавируса в поселке не зафиксировано, в среднем за неделю за медицинской помощью обращаются около 20 жителей поселка. Теперь вести историю болезни пациентов станет проще. С появлением интернета и новой компьютерной техники документы оборот можно перевести в электронный вид. Это намного упрощает работу. Кроме того, в случае необходимости можно связаться с районной больницей. В том году в рамках этого проекта были оснабжены высокоскоростным интернетом 5 наших фельдшерских пунктов. Но перечислять не буду я. В этом году еще планируется 5. И я думаю, на следующий год плюс 2 новых модульных фельдшерских пункта. Это в Аранбулке и в Магне. Я думаю, обеспечится этим высокоскоростным интернетом. Единая цифровая система, что дает нам. Благодаря этой системе фельдшер может при необходимости записать пациента на прием к районному врачу. Он может отследить все его обследования, все его лабораторные показатели. Он может ввести в этой системе карту больного. Он может отследить все его сопутствующие патологии, факторы риска. Вместе со специалистами провайдера цифровых услуг в Челанхамур приехал министр цифрового развития Калмыкии Алексей Итеев. И на месте принял объекты. Во время приемки он отметил, что до конца года абонентская плата за интернет-трафик будет оплачиваться из федерального бюджета. Подключение к сети интернет социально значимых объектов дает развитие связи в малых и отдаленных населенных пунктах. И в каждом населенном пункте будет создан узел связи, где домохозяйства могут подключиться к сети интернет. Подключение организованного благодаря региональному проекту информационной инфраструктуры национальной программе цифровая экономика. Стоит отметить, в Калмыкии подключение объектов к интернету в рамках национального проекта идет с опережением графика уже третий год подряд. Мы подключили 153 социально значимых объектов. Это и школы, это администрации, это военкоматы, фельдшерские пункты и другие важные инфраструктурные объекты, где высокоскоростные каналы позволят качественно оказывать услуги всему населению. К тому же проложенные магистральные кабельные системы, вот сейчас мы заканчиваем уже монтаж в Ешелтинском, Яшкульском и в Целинном районах магистрали, позволят подключать еще и частные лица, помимо вот этих социально значимых объектов. Таким образом, можем уже рапортовать о том, что из 153 объектов 120 уже полностью подключены, находятся в боевом режиме так называемом, и остальные находятся сейчас в тестировании, но мы уверены, что всю программу мы закончим досрочно. И еще на этой неделе сигнал тестируют в учреждениях, расположенных в Приютненском и Киченеровском районах. Согласно договору между республикой и подрядчиком, реализацию федеральной программы «Цифровая инфраструктура» в Калмыкии завершат до конца сентября текущего года. Чингис Тихонов, Владислав Бадмараев, информационная программа «День республики» и Кибурольский район. День республики «Цифровая инфраструктура» в Калмыкии завершат до конца сентября текущего года.